Наша Украина вышла в плей-офф Евро 2020, где на стадии 1-8 финала сразится со шведами. А вот какова реакция на вчерашнее украинское спасение российских болельщиков в скрины из сайта Sports.ru. Сразу же озвучу комменты про Крым, Одессу, Донбасс, лидеров ОУН-Б, власовцев, халявщиков-укров, которые живут в искусственной стране и вообще исторических параллелей и так далее в этом плане. Много. И я их решил пропускать. Если даже будут попадаться в бегущих скринах, то озвучивать не буду. Выбрал только футбольные комментарии, хотя и будут и немного с историческими негативами. Итак, вперед, поехали. Международный заговор против России. Швеция, Польша, Словакия и неожиданно Испания сыграли договорные матчи, чтобы оккупационно-фашистская форма украинской сборной попала в 1-8 финала чемпионата Европы. Из достоверных источников известно, что все было проплачено США и Великобританией. Хе-хе-хе. Зато в Украине сегодня будет праздник, который они заслужили. Человек выдал коммент, что Россия с вами, украинцы, и поздравил с выходом в плей-офф. Ему отвечают. Не расписывайся за Россию, сам за Украину, имеешь право, но не более. Ему человек отвечает. За себя, за себя. Адекватные русские же есть, которые рассматривают спорт не как политику. Украинцы не все, бендеры. Мозгов бы этим братьям побольше. Было здорово. Некоторым точно. Да нафиг украинцам ваши ватные боления, идиоты. Поздравляю соседей украинцев. Вы больше заслуживали плей-офф. Ответ. Спасибо, но не заслуживали. Но должно же и нам когда-то было подвезти. Это я так понял, украинец отвечает. Соседи имеют в копилке те же три очка. Я не ватник и не апологет Стасика. Просто по качеству игры, хахм, украинцы ничем не лучше наших поленев. Даже Малиновский и Зинченко на этом турнире, а лично я от них ожидал многого, смотрелись очень блекло. Это Марат Адилов. Ему отвечают. Малина провалил групповые игры. Зина, особенно против Австрии, был хуже некуда. Кто прошел, тот и заслужил. А Великая Россия нет. Нет. Еще один ответ. Слушайте, цифры в таблице понятны, что три очка и минус один это выход не с позиции силы. Но вот такой рекламен, что из 24 участников группового этапа дальше проходят 16. Две трети. В топ-16 Украина попала. Значит, заслужили, наверное. Человек отвечает Марату Адилову, который утверждал, что Украина ничуть не лучше России. Да, отчасти, но именно плюс-минус. А так писать ничем не лучше, это гореть банально, подгорать. Украина выступила немного лучше и этого немного лучше хватило для плей-офф или хотя бы просто третьего места. Словаки провалили один матч, другой просто проиграли в равной борьбе и тоже сидят на заслуженном третьем, обогнав крепкую Польшу, которая в чем-то не повезло. Россия провалила два матча с Бельгией. Не факт поражения печален, а его безальтернативность. Так то и Шотландия, и Турция выступили плюс-минус так же. Это все довольно манипулятивные формулировки. С четвертого места двумя разгромами и один голом с игры, а усадеру на мастерстве одного человека можно сравнивать себя с третьими командами. Создав ноль голевых моментов за три игры по версии опта. С такой атакой, что нам привозит защита, уже не столь важно. Понятно, что ни Украина, ни Словакия, ни даже обогнавшая Финляндия, у которой три очка тоже стремные, мягко говоря, не торт. Но они хоть что-то показали, волю хотя бы. Не пройдут, шведы сегодня очень круто сыграли. А шведы во время матча очень сильно хотели победить, чтобы попасть на проходимых украинцев. Шведы не подарок, конечно. Явно проще, чем с любой другой сборной, занявшей первое место в своей группе. Понятно, что шведцы сейчас выглядят на порядок крепче Украины. Но свежесть игроков и удача могут решить исход поединка. И вышли на шведов. Многоходовочка шевы. Сработало. Поздравляю Украину! Никогда так сильно не болел за Швецию, как сегодня. Странно поздравлять людей, собиравшихся играть под нацистским лозунгом. Дальше пошли политические комментарии. Если кто хочет, сам прочитает. Чему вы радуетесь? Это враждебная нам страна. Почитайте хотя бы, что пишут в их соцсетях о России и о русских. Как можно болеть за это дерьмо? Ну, а ответы прочитайте. Сами здесь в основном политика. Удачи, хлопцы! Так выходить в плей-офф не самое изящное выступление, но тем не менее, наши и с такой задачей не справились. Ответ. Наши бы из третьего места не вышли бы. Одной игрой против голландцев украинцы заслужили проход. Все равно парни из Украины показали стремление, чего не скажешь. А Россия, например, в Питере слить отвечает. Со встрицами стремления не было. Это был слив. Я не приукрашиваю. Проигрывали все единоборства. Они играли, как Россия, с Данией. Даже хуже. Сам можешь посмотреть. Спасибо Арнаутовичу за их счастливое будущее. Я бы не возвышал их выступление над Россией. Ярмоленко красава. Забил гол, который сумел переломить ход поединка с Нидерландами. У нас такого не нашлось. Меньше индивидуальных ошибок в обороне. На этом все. Машина мощная пишет. Факт здесь факт. Укры проходят дальше. Укры везучие, конечно. Выйти с тремя очками и отрицательной разницей мячей. Ну и нашим Стасиком урок. Обыгрывайте финнов крупных. И даже поражение 1-2 от Данией выводило бы нас в плей-офф. Вспомните, как Португалия на прошлом вышла. Это намек на что португальцы вышли с третьего места и потом стали чемпионами Европы 2016. Смотрел матч Нидерланды и Украина в Питере в фан-зоне на конюшенной площади, где было множество народа. Очень порадовало то, что большинство наших болело за Украину. Восторгались голом Ярмоленко. Радовались, когда Яремчук сравнял счет и огорчились после третьего гола голландцев. Это было приятно. Такое живое доказательство, что пропаганда промыла мозги далеко не всем, отвечает Александр Бихайлюк. Не знаю практически ни одного человека в России, который бы относился плохо к Украине и обычным украинцам. А вот еще один ответ. У русских никогда не было самоуважения. Достаточно сравнить, как радовались в кавычках на Украине успехом сборной России в 2018 году. Вот если бы вы были в центре Киева, смотрели матч «Россия-Дания» и большинство граждан Украины расстроились с поражением России, я бы согласился, что пропаганда промыла мозги не всем. Но разве можно представить трансляцию матча России в фан-зоне в Киеве? А у нас показывают Украину. Складывается ощущение, что смысловое значение слова «пропаганда» вам неизвестно. Дальше читайте сами. Кирилл Польский. Итак, что мы имеем? По факту это, конечно, халява. Украина сыграла не лучше и не хуже наших. Но за счет более сильного вратаря, чем оба наших, как минимум более стабильного и опытного, у них лучше разница. И тем самым шансы ждать до конца. А в плей-офф уже все, что угодно может быть. Зато наши их форму победили. Буриков Василий. По факту Украина крупно не сливала дважды. Кирилл Польский отвечает. Так вот потому, что там сильный вратарь, вот и не слили. Я же не спорю. Играли так себе. Но короткого отрезка с Голландией хватило, чтобы добиться нужного результата. У нас такой шанс был даже в Дании при 2-1. Но, короче, обделались. Вот еще один коммент. Украина вроде забила побольше, а пустила поменьше. Ну и по моему полностью субъективному мнению, их 2-3 с Нидерландами стоят десятка наших 1-0 с финнами. Ну и я уже сказал, что мое мнение субъективно, а с матча Украины с Нидерландами я кайфанул. Тогда как ни от одного матча сборной России на этом чемпионате Европы не кайфанул. Большой привет всем Стасянам и больным уропатриотизмам головного мозга, верещавшим, что Украина, невзирая ни на что, чуть ли не худшая команда турнира, которая не может надеяться ни на какой успех. Соседям поздравления и удачи. Дальше комментарии читаем сами. Кровавый кот. Жаль, что с Россией поугарать уже не получится. Матч с Данией и Бельгией очень понравился. Да и пиво бесплатного за каждый пропущенный гол наливали нормально. Ему отвечает, Димма. Напьемся, когда Окраину в одной восьмой снасильничают. Кровавый кот. Ну, Дык, то ж в одной восьмой. А то последнее место в группе. Сам понимаешь же. Не говори, что нет. Что обе команды по сравнению с другими участниками ни о чем. И одна восьмая потолок для них. А дальше уже сенсация. Просто кто-то вышел, а кто-то нет. У кого-то Черчесов, а у кого-то Шевченко. Впрочем, мне-то что. От очередного рашкинского умника читать высер. Он думает, что круто пошутил. Окраиной назвал. Ах, ах. Мне бы еще обиднее было, если бы Окраина прошла дальше, а Великая Россия уже дома. Типичный укро. Лишь бы на халяву похавать, до дешевого пойла хлебнуть. Адекваты и неадекваты везде есть. Удачи против шведов. Рад за своих друзей с Украины. Желаю хорошего футбола в исполнении сборной. Еще один комментарий. Поздравляю украинцев. Заслужили. Теперь повторите успех, как на Евро-2012 в матче со шведами. Удачи. Кроме того, что все еще есть. И даже победу с финнами просто таки вымучили при всем уважении к России. А про матчи с бельгийцами и датчанами вообще молчу. Проиграли по делу. Сыграв на своем уровне, который явно ниже уровня этих команд. надо радоваться что представители постсоветского пространства пробивается в плей-офф крупных турнирах сергей семёнов возмущенно отвечает да что вы все на россию киваете живите своей жизнью ради бога ему отвечает вот именно вы же сами и говорите об этом так зачем вы саркастически реагируете на выход украины в плей-офф сами себе противоречите наоборот радуйтесь что хотя бы братья украинцы продолжают выступления на евро 2020 это чисто планшевы чтоб не выйти на италию короче план b которого не было сработал на все сто процентов гениальный футболист гениальный тренер гениальный стратег остальные комментарии прочитайте сахарами ну и завершающий скрин иронично получится если украина выбьет швецию которая и обеспечила им плей-офф красавчики еще есть за кого переживать ну и последний комментарий сборная украины в знак солидарности выйдет на матч 1 8 финала с нашивкой в виде части карты россии спасибо им за поддержку братские народы навек ничего не комментирую все увидите сами все перед вами и как относиться к тому что я здесь заскринил личное дело каждого отдельного взятого посетителя моего канала с вами был саныч до новых встреч